Привет всем, меня зовут Ватоскин, и в этом уроке я вам расскажу о HLAE, он же MIRF, и о DME-edit. Итак, HLAE это очень полезная программка для мувимекинга, о возможности которых я сейчас вам расскажу. HLAE был создан для работы на лицензионном CS, то есть Steam, но вы также можете его использовать на нон-Steam CS, для этого вам необходимо скачать сайта MovieNations. Вот последнюю сборку, которая поддерживает запуск последней версии на данный момент записи этого урока, версию HLAE, и просмотр демок 48-го протокола. И на примере этой сборки я сейчас вам покажу, что к чему. Итак, заходим в нашу папку с контролем мувимекинга, находим HLAE.exe, и запускаем его. Перед вами меню программки HLAE, вот сайт разработчиков ее. Тут встроенные утилиты, в которые входят демок линап, она позволяет убирать менюшки из пов-демок, такие как Scoreboard, то есть это счет при нажатии на Tab, и меню команд при нажатии на клавишу H. Для этого нажимаем Next, тут вот все написано, Next, выбираем демку, которую нужно офиксить, пов-демку, и пишем новое название. Ну и сохраняем. Так, возвращаемся назад, и следующая утилита из менюшки, DemoFix. Она исправляет демку, при запуске которой возникает вот это вот сообщение. Она пытается ее исправить. Так, следующее, DemoForceHaltvStackFix. Это когда мы используем DemoForceHaltv1, чтобы посмотреть пов-демку как HLTV, для свободного полета камеры и т.д. И когда у нас есть баг такой, когда камера прикрепляется к модельке игрока и не двигается в свободном режиме, вот эта вот утилита тогда понадобится нам, чтобы пофиксить демку. Так, следующее, конвертирование в новый протокол. До конца она не завершена, поэтому конвертируют на данный момент только пов-демки. Из 47-го, 48-го протокол. Далее, жмем файл, launch. Управляется менюшка. Здесь в первой строке указываем местонахождение Half-Life.exe из нашей мейкерской контры. Далее, здесь можно прописывать дополнительные команды запуска контры. Ну, в данном случае мы пропишем DemoEdit, о котором я расскажу чуть позже. Тут мы выбираем разрешение, с которым будет запускаться контры. Ну, пример 800 на 600, 32 бита. Фуллскрин для запуска в полноэкранном режиме. Force 8-бит альфа-ченел. Эта функция нужна для корректной записи альфа-слоя хада на видеокартах в серии NVIDIA, которая использует OpenGL. Эту функцию тоже включаем. Тут можно выбирать режимы записи, но лучше оставить по стандарту. И чтобы запомнить все эти изменения, нажимаем сюда и жмем Launch. Итак, запустился КМКС. И вот мы видим, что Мир Демо Тул успешно интегрировался в нашу контру. И появились Мирв Команды. Итак, пишем ее в демо и название демки. У меня она называется HALTV. Жмем паузу и ждем, пока демка загрузится до конца. Итак, начнем разбирать команды Мирва. Первое, с чего стоит начать, это MIRV Movie File Name. Эта команда назначает имя файла, используемое при записи скринов из КС. Если ее не менять, тогда скрины будут записываться с названием entitled в корень папки с control. Также можно записывать скрины в любую папку на нашем жестком диске. Для этого нужно прописать путь папки и название скринов. Например, у меня это диск g, папка records и название, например, lol. g, lol. Это название скринов. Папка должна быть создана заранее, иначе запись не будет производиться. Следующая команда, MIRV Movie FPS, это количество кадров в секунду при записи. Максимальным вариантом будет 90. MIRV Movie Export Commotion. Эта команда позволяет экспортировать камеру в BH формате, который далее можно открыть в 3D Max и других 3D редакторов. MIRV Movie Export Sound. Эта команда позволяет записывать in-game sound, то есть звук из КС с максимальным качеством, с исходным вариантом звука в КС. MIRV Movie Sound Volume. Здесь лучше ставить на 5, для того, чтобы звук не скакал при записи, он громче или тише был, чтобы он был стабильным. Так вот, в последней версии ХЛАЕ появилась возможность изменять FPS прицела с помощью команды MIRV Crosshair FPS. Здесь лучше ставить такое же самое количество FPS, как и при записи, то есть в данном случае 90. А стандартный FPS записи прицела 72, который также можно регулировать с помощью вот этой вот команды. Так, чтобы начать запись скриншотов с игры, необходимо использовать такие команды, как MIRV Record Movie Start и MIRV Record Movie Stop. Для удобства мы их забинтим на клавиши F1 и F2. Почему именно на эти клавиши? Потому что при просмотре ПОВ-демоках они активны. Промотаем демок немножко вперед. Вот, нажимаем Play. Так, нажимаем F1 и начинается запись скриншотов в количестве 90 кадров в секунду. Так, нажимаем F2. И смотрим, что у нас получилось. Так, вот мой диск G, папка Records. И мы видим скрины с названием LOL в формате TGA. Открываем просмотрщики изображений, например, ACDC, и видим, что наша картинка с разрешением 800 на 600 на 24 бита. В формате TGA. Можем прогротать и увидеть следующие кадры. И вот, в конце у нас файл камеры, BVH, и WAV-файл, с записью звука данного момента. Возвращаемся в Control. И следующая команда, о которой я расскажу, это MIRV Movie Space Streams. Она позволяет записывать изображения в нескольких потоках. То есть, отдельно будет записываться поток мира, и отдельно будет записываться поток объектов на однородном фоне каком-то, цвет которого мы укажем. При значении 1 будет записываться только поток мира, при значении 2 будет записываться только поток объектов, а при значении 3 будет записываться два потока, то есть поток объектов и поток мира одновременно. Чтобы указать цвет фона потока объектов, используем следующую команду mirv made set color. Здесь мы можем регулировать цвет рельби, то есть красный, зеленый и синий с значениями от 0 до 255. Например, для того, чтобы сделать зеленый фон, мы пишем 0, 255, 0. Перемещаем нашу камеру, чтобы было видно игроков в свободном полете и начинаем запись с клавиши F1. Вот, как мы видим, записываются два потока в зеленом фоне, один из них. Заходим в нашу папку records, мы видим картинки с тем же названием LOL, но уже серии 01, и Entity вместо All. Entity это и есть наш поток объектов. Как вы видите, он записался на зеленом фоне, который можно позже в видеоредакторах сделать его прозрачным с помощью хромакея. И поток с названием World, то есть поток мира. Вот бывает такая штука, когда первый скрин записывается с таким багом. Ничего страшного, позже в видеоредакторе, таком как Vegas, можно легко убрать первый кадр, и ничего плохого не случится. Цвет фона потока объектов также можно регулировать командой мирфмейт с color F, где значение устанавливается от 0 до 1, а не от 0 до 255. И для того, чтобы установить зеленый фон, как в предыдущем, мы ставим значение 0,1,0, где green значение 1, а red и blue значение 0. Чтобы посмотреть разницу, мы установим красный цвет, то есть 1,0,0, где red, то есть красный цвет, это равен единице. Жмем запись и видим результат. Удаляем картинки, возвращаемся в control, следующая команда MIRF Show Entities показывает список всех объектов, которые есть на карте на данный момент и их ID-номера. Это сама карта, модельки игроков, спрайты разные, модельки оружия, ну и тому подобное. The Terror, это модельки террористов, а Urban, соответственно, это модельки контртеррористов. Информация об объектах, а именно их ID-номера, нам нужны для использования следующей команды. MIRF Made Entities Эта команда позволяет добавлять отдельные объекты в какой-то список, при котором в поток Entity, то есть поток с объектами, будут записываться только объекты из этого списка, а все остальные объекты будут записываться в потоке мира. И чтобы добавить какой-нибудь объект к этому списку, нужно написать MIRF Made Entities Ed и ID-номер объекта. Например, мы сделаем так, чтобы некоторые из этих контртеррористов записывались в потоке Entity, то есть в потоке объектов, а остальные записывались в потоке мира. Чтобы посмотреть, какой ID-номер соответствует некоторому игроку, необходимо прописать MIRF Entity Jump и номер этого игрока. Так мы пишем MIRF Entity Jump номер 8, и камера перемещается на игрока с этим номером 008. Смотрим, какие номера соответствуют остальным контртеррористам. И вот мы видим 009. ну и 10-ый номер. И теперь мы сделаем, чтобы 8-ое и 9-ое игроки записывались отдельно в потоке объектов, а остальные в потоке мира. Пишем MIRF Made Entities Ed 008, и то же самое 009. Вернем цвет фона в исходное положение, то есть в зеленый вместо красного, и жмем F1. Ну вот результат. Два игрока записались в слой объектов, а остальные в слое мира или потоки. Также можно сделать, например, с гранатой и с другими объектами. Чтобы удалить игрока из этого списка, пишем MIRF Made Entities Ed 008. Чтобы посмотреть, какие игроки остались в этом списке, пишем MIRF Made Entities List. И вот мы видим, что остался игрок с номером 9. Ну и чтобы все вернуть на свои места, очищаем этот список с помощью MIRF Made Entities Clear. Перемещаем камеру, чтобы показать, как действует следующая команда. И нам нужны нужны игроки, которые находятся за стенками, но их не видно. Ну и вот, с помощью команды MIRF Made X-Ray можно этих ближайших игроков за стенкой записывать в потоке объектов, но в потоке мира их не будет видно. Ну и вот, три игрока записались в потоке объектов. Также есть команда, которая работает совместно с этой командой, но позволяет увидеть всех игроков, которые есть на карте и записать их в слое объектов. Подвигаем камеру подальше и смотрим результат. Мы видим всех игроков, которые есть на карте в данный момент. Даже если они будут находиться в одном конце карты, а камера в другом. Мирф Movie Swap Doors Она позволяет записывать двери на картах в потоке объектов, а в потоке мира ее будет не видно. Так вот, например, можно убрать дверь на нюке. Вот она. И жмем F1. Смотрим результат и видим, что наша дверь записалась в потоке объектов, а в потоке мира ее нет. Эта команда имеет побочный эффект или можно сказать дополнительный. Она также может записывать потоки объектов в другие объекты, такие как некоторые окна, ящики на картах. Вот, например, летим вниз и жмем F1. Вот мы видим, что в потоке объектов записалось окно, дверь, ящик, решетки и другие. А как уже это использовать в мувиках, это уже включать в свое воображение. По стандарту оружие игрока от первого лица записывается в потоке объектов. При помощи команды мир, муви, свап и вэпен мы можем записывать оружие игрока от первого лица в потоке мира при значении 1. вот у нас поток entity, то есть поток объектов без оружия. А вот, видимо, оружие записалось в потоке мира. Ну и попробуем нулевое значение, то есть стандартное. и мы видим, что оружие записалось в потоке с объектами, также записалось некоторые объекты вверху, типа ламп, это последствия команды мир, свап, дорс, которую мы забыли убрать. Следующая команда мир, муви, сепарайд, хат. Она позволяет записывать отдельно хат, то есть прицел, некий убийств и другая информация на изображении можно записывать ее в отдельном потоке. Это полезно использовать, когда мы записываем какой-нибудь фраг от первого лица игрока, когда у нас все в отдельных потоках идет. И при наложении в каком-нибудь видеоредакторе таком как Vegas, получается, что объекты находятся слоем выше слоя мира. И тем самым модельки перекрывают прицел, который записывается в потоке мира. Ну и в этом уроке я позже об этом расскажу. При значении 1 будет записываться хат в отдельном слое и хат альфа, то есть прозрачный слой альфа, хата в отдельном слое тоже. Это нужно для того, чтобы сохранить цвета хата и корректно наложить его поверх всех остальных слоев или потоков в Vegas. Начинаем запись. Заходим в команды в нашей записи в папке рекордс и смотрим, что у нас получилось. Первый поток Entity с объектами в зеленом фоне. Второй поток скринов это хат альфа, то есть прозрачный слой альфа. И вот он так должен выглядеть, чтобы ники были белого цвета, а все остальное черного. И именно для этого мы использовали при запуске хлае кнопочку force 8-bit альфа ченнел на видеокартах, которые используют OpenGL. Следующий поток HAT Color здесь мы уже видим HAT со цветом, камера BVL, Shengen Sound ну и поток мира. Чуть позже покажу как все это скомпоновать в Вегасе. При МИРФ Movie Separate HAT 2 будет записываться только один поток HATа, то есть цветной, без HAT альфа потока. Сейчас я вам расскажу о камере слежения за игроками. Ветим на базу контртеррористов, чтобы начать слежку за каким-нибудь из них. И это можно сделать с помощью команды МИРФ Add Aim Layer. Это как бы виртуальный слой слежения камеры, в который можно добавлять игрока или несколько игроков по их ID номеру, какой-нибудь слот. Итак, прописываем МИРФ Show Entities, чтобы снова увидеть наших игроков и их ID номера. Вот наши терроры, вот спецы, и сейчас добавим одного контртеррориста с номером 8 в слой слежения камеры со слотом 0. То есть это слой с номером 0. Также в этот слой добавим 9-10 игрока тоже. И тут такая фишка, что камера начинает следить за тем игроком, который будет добавлен в этот слой последним, то есть в данном случае за 10-ым игроком. сейчас мы на него посмотрим и вот он игрок под номером 10. Пишем MIRF View Fame Layers чтобы увидеть те слои объекта, которые в данный момент находятся в слой слежения камеры. И вот мы видим, что тут находятся Entity 10, 9 и 8, то есть наши игроки 10-ый, 9-ый, 8-ой и 10-ый находятся первые в списке. То есть камера за ним будет следить в первую очередь. и чтобы начать или остановить слежку за игроком используются команды Mirf Aim Start и Mirf Aim Stop. Сейчас так на клавишу O мы бензим Mirf Aim Start на клавишу P Mirf Aim Stop. Нажимаем Play в демке и нажимаем O. Тем самым камера прикрепляется к этому игроку 10-ому и с помощью стрелочек или мышки и других клавиш управления камеры мы следим за игроком. Не знаю что в этом крутого но может кому-нибудь это понадобится. И так есть два метода слежения камеры с помощью команды Mirf Aim Snap To. По стандарту значение 1 при котором камера плавно следит за игроком то есть слежка более автоматически происходит. Если поставить значение 0 то камера будет более реалистична то есть движения будут более резкими и быстрыми или наоборот медленными все как бы быстрее и резче становится при поворотах камеры и вот эти вот повороты и резкость можно регулировать с помощью следующих команд мирф мирф dsl это как бы ускорение слежки камеры или наоборот ее замедление следующая мирф aim dsl она как бы отвечает за замедление а предыдущая команда отвечала за ускорение камер мирф aim max speed ну это соответственно максимальная скорость слежения камер которые можно задать вручную если десятый игрок наш умрет ну в раунде то камера автоматически переключится на следующего игрока в списке то есть это будет девятый а после смерти его переключится на восьмого и вот команда мирф aim lingertime устанавливает тот промежуток времени через которое камера переключится с одного игрока на другого после смерти предыдущего и значение устанавливается в миллисекундах мирф aim offset она смещает камеру слежения в пространстве под координатами xyz мирф aim one way она устанавливает слежение камеры только за одним объектом даже если он умрет и будет неактивен на следующих раундах камера не переключится на следующих игроков мирф aim only visible эта команда устанавливает слежку только за теми игроками из слоя слежения камеры которая находится в поле зрения от самой камеры то есть если камера наша видит сразу троих игроков и при активации слежения камеры камера переключится на того игрока который будет находиться ближе к самой камере ну и чтобы удалить слот с объектами и слежки камеры используем мирф del aim layer и пишем номер слота то есть 0 следующая команда mirf movie dev dump 1 эта команда позволяет записывать глубину изображения потока мира и потока мира с объектами так ставим 1 и смотрим что будет происходить после записи вот результат первый поток скринов это dev world то есть глубина всего изображения второй поток это dev world то есть глубина изображения мира без глубины объектов игроков ну и так же записались поток entity камера звук и поток мира как можно использовать глубину изображения именно вот эти вот потоки позже покажу в вегате если мы не хотим чтобы записывались два потока где глубина изображения всей картинки и глубина изображения мира без игроков когда мы можем использовать mirv dev strips то есть выбирать потоки которые будут записываться при значении 1 будет запись только глубины потока мира то есть dev world при значении 2 запись глубины всего изображения а при значении 3 запись двух этих потоков mirv dev logarithmic это команда алгоритма записи глубины изображения значение от 0 до 32 и тем чем больше тем более качественно получается глубина изображения лучше оставлять по дефолту то есть 32 следующая дополнительная команда глубина изображения это mirv dev vpb которая позволяет заменять количество битов глубины изображения по стандарту 8 также можно ставить 16 24 или 32 но большинство программ видеоредакторов и других не поддерживает изображение больше 8 битов поэтому лучше оставлять по стандарту 8 также есть команды mirv dev bios и mirv dev scale они отвечают за сдвиг и масштаб глубины изображения но лучше их не менять и оставлять по стандарту иначе потоки с глубиной изображения будут записываться белыми или черными то есть ненормальные далее покажу вам что такое зум так mirv zoom digital это цифровой зум и он изменяет масштаб изображения кс всего в целом то есть и хат и меню и все что есть на экране все зумится все увеличивается в масштабе и значение устанавливается от 0 до 100 далее mirv zoom optical это оптический зум он также изменяет масштаб изображения но оставляет на месте хат меню и тому подобное так мы установили цифровой зум 100 а оптический 0 активация и деактивация зума производится с помощью команд mirv zoom start mirv zoom stop но лучше всего использовать bind с готовым алиасом то есть пишем bind u например на который начинается и заканчивается зум и в кавычках плюс mirv zoom жмем u и видим что у нас все увеличилось в масштабе так это был цифровой зум где зумилась вся картинка полностью сейчас мы поставим оптический зум а цифровой уберем и вот мы видим что картинка вся зумится приближается а прицел остается на месте то есть сам хат уменьшим скорость зума с помощью mirv zoom speed с помощью зума можно сделать распространенный эффект искажения пространства для этого мы летим назад камера и одновременно нажмем зум ну и вот мы видим как красиво искажается пространство так же само можно и наоборот то есть когда мы отпускаем зум но летим вперед уже далее mirv sample enable эта функция включает систему скрещивания кадров можно сказать я буду называть ее сэмплированием это вот если мы раньше ведь в редакторах когда записывали 90 кадров в секунду а потом в 3 раза ускоряли чтобы получить 30 фпс то же самое как бы делает и эта команда но уже в самом кс mirv sample sps тут мы указываем сколько кадров будет скрещиваться ну я поставлю например 90 и фишка тут что mirv sample поддерживает только один слой запись одного слоя то есть play streams и другие hard все другие слои должны быть отключены иначе сэмпл не будет работать и меняем mirv movie fps на 30 при этом будет дополнительный motion blur то есть размытие так как кадры скрещиваются нажмем play и нажимаем f1 происходит запись f2 смотрим результат так произошла ошибочка я забыл выключить defdump как я уже говорил сэмпл не работает с другими слоями только с одним слоем поэтому надо его выключить пишем mirv movie defdump 0 и повторяем наши действия и вот мы видим скрины с названием сэмп это есть наши сэмплы запускаем и видим что по бокам размыто то есть это есть motion blur то есть в одном кадре скрещено три кадра было в секунду мы можем также ставить намного больше кадров чтобы скрещивались вот например можно поставить 1200 это будет максимально если вы хотите очень много чтобы кадров в секунду скрещивалось и был более гладкий и красивый motion blur но при этом займет это достаточно длительное время нажимаем запись и вот видим запись происходит очень медленно так как скрещивается 1200 кадров но на выходе мы получим наши 30 кадров в секунду уже с красивым motion blur существуют дополнительные команды по скрещиванию то есть сэмплированию которые могут быть полезны фанатам motion blur так сказать и вот mirv sample add overlap значение 0 по стандарту и мы можем менять сет 0 до 2 при этом если поставить 2 будет очень жесткий motion blur и это займет больше времени на запись скриншотов вернем sample sps на 90 чтобы увидеть разницу и смотрим что получится и мы видим насколько увеличился наш motion blur может кому-нибудь это понадобится сэмпл также есть другие дополнительные команды по скрещиванию например mirv sample func она как бы определяет значение одного сэмпла при скрещивании вы можете экспериментировать но лучше всего оставлять так как есть mirv sample color cache она делает дополнительную обработку цвета RGB значение 012 но менять я вам не рекомендую mirv sample s метод по стандарту значение 1 это метод скрещивания или сэмплирования при значении 1 результат самый лучший но как бы более длительный можно использовать значение 0 но когда будет как бы менее качественное скрещивание кадров и motion blur будет немного хуже но запись будет преодолеть быстрее запишем чтобы увидеть разницу и вот мы видим что motion blur не четкий какой-то размазанный некрасивый поэтому лучше вставлять значение по стандарту ну вообще использовать этот мир sample enable рекомендую тем у кого мало места на жестком диске что конкретное сэкономит ваше место или тем кто посчитает красивый motion blur выключаем mirv sample enable и возвращаем mirv movie fps на 90 и следующая команда довольно известный эффект делает это mirv movie wireframe что позволяет отображать карту в wireframe линиях вот мы видим как это все выглядит и все это на зеленом фоне что задается все тоже рекомендую mirv made set color также можно менять толщину этих линий с помощью mirv movie wireframe size значение от 0 до 3 также можно отображать не только сам мир в wireframe линиях но и сами объекты то есть оружие игроков и так далее для этого пишем mirv movie wireframe 2 при значении 3 будет отображаться все в wireframe линиях то есть и сам мир и все объекты так вырубаем wireframe и следующая команда mirv fx light map при значении 1 у нас сглаживаются все стены и становятся однотонными но как мы видим у нас они некорректные это потому что у нас наложены поверх детализированной текстуры поэтому чтобы корректно отображалось все мы выключаем их с помощью r-detail текстуре 0 и вот видим как у нас все сглажено и одного цвета светлого также можно установить значение на 2 тогда у нас все затемненные места там где должны быть тени все станет ярким вращаем исходное положение следующая команда mirv fx но blend она блокирует вспышки флешек и fade to black в повдемках то есть если у нас записался какой-нибудь красивый момент но игрок был зафлешен то мы можем увидеть нормальный вариант момента с помощью этой команды также он убирает fade to black как я уже говорил это когда запись ведется от игрока и при его смерти экран становится черным темным но мы хотим видеть что там происходит поэтому можем использовать данную команду mirv fx sky hd это интересная команда она позволяет использовать небо с высоким разрешением которое можно заменять прямо в кс много раз не выходя из него только свернуть его надо небо состоит из 6 картинок чтобы использовать небо для хлое оно должно быть отконвертированное как отконвертировать небо вы можете почитать у нас на сайте в статьях и уроках также вы можете скачать уже отконвертированные небеса у нас на сайте специально для хлое так на примере сборки этих небес я вам сейчас покажу как можно заменять эти небеса все эти 6 частей неба должны лежать в корне папки из контроля в формате bmp вот мы видим у меня уже лежит одно готовое небо с разрешением 1024 так летим чтобы видеть небо и пишем mirv fx sky hd1 и вот мы видим у нас заменилось небо именно то которое лежит у нас в корне папки из контроля при значении 0 возвращается предыдущее небо которое запускается уже самим кс без использования хлое ну сейчас мы попробуем другое небо использовать например вот возьмем 13 номер посмотрим как оно выглядит вот темное берем этим 6 частей копируем заменяем возвращаемся в кс и прописываем снова эту команду вот у нас теперь темное небо с высоким разрешением все заменяем и снова пишем эту команду вот у нас новое небо с высоким качеством даже если удалить эти 6 частей неба в кс будет она запущена то оно все равно будет работать так вырубаем это небо и идем к следующим командам mirffxvh enable эта команда запускает wallhack то есть чит который позволяет делать стенки прозрачными все столы белые только видно игроков но когда мы будем использовать запись результат будет другим чтобы увидеть все нормальным в режиме надо прописать mirffxvh additiv 0 ну и вот мы видим результат что у нас почти все стены и объекты стали прозрачными жмем запись и видим что запись немножко отличается от того что мы видели добавляется зеленый цвет что потом вегасе и других видеоредакторах использовать chroma care чтобы сделать всего прозрачным этот зеленый фон на скрыт м 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 п м м он м м м ставим 0 результат некрасивый пробуем единицу видим что у нас все стало полностью прозрачным невидимым можно сказать но лучше всего составлять по стандартам 05 мирф фикс в аж но у вас один команда позволяет убирать спрайты такие как спрайтов выстрелов из оружия также она убирает небо возвращаем назад мирф фикс в аж tint enable до команда позволяет разукрашивать стену какой-нибудь один цвет который задается командой мирф фикс в аж тинт колорка вот видим что данный момент цвет в синий мы можем поменять его на другой пример поставим красный 100 теперь у нас все стало красным следующая команда мирф фикс в аж и к стандарту 1 что делать все стены прозрачные но может кому-то нужно меньше количество стен сделать прозрачными для этого ставим значение 0 и видим результат что стен прозрачных стало гораздо меньше ну слуха камера собрались выключаем мирф муви стерео морд позволяет записывать стерео камеру то есть все потоки будут записываться дважды правая и левая картинка каждого кадра жмем запись и смотрим что нас один поток с названием left а второй с названием right то есть правая и левая картинки каждого кадра также камера формате бываешь записалась тоже правую и левую картинку каждого кадра из меня стерео камеру можно с помощью мирф муви стерио яд привез которая указывает поворот камер и местную и стерео центр диск которые указывают смещение камеры следующие мирф муви симулой это команда позволяет симулировать запись скриншотов будете показывать то что происходит при записи на без записи скриншотов и третьих файлов на жесткий диск. При значении 1 будет происходить симуляция без создания файлов, а при значении 2 будет тоже происходить симуляция, но будут записываться такие файлы, как BVH камеры, Gamesound, HUD, если он используется и тому подобное. Mirf Movie Simulate Delay, она устанавливает задержку в миллисекундах в режиме симуляции записи. Выключаем сериокамеру нашу. Следующая команда Mirf Fix Force HLTV1. Она позволяет смотреть по демку как HLTV, и если мы пишем в консоли DEMF Force HLTV1, то она сама автоматически активирует данную команду. Mirf Camera Offs CS. Эта команда отвечает за смещение камеры по координатам x, y, z. У меня местоположение камеры, установим ее так. И напишем ее в камеру Office CS 20, 30, 40. И вот у нас камера сместилась на 20 юмилитов вправо, 30 вверх и 40 вперед. Ну и можно смещать на сколько угодно. Mirf Crop Hate. Эта команда делает crop, то есть обрезает изображение по высоте. Например, если мы поставим 400, а у нас скриншоты записываются в разрешении 800 на 600, то эта команда будет обрезать нашу картинку до 800 на 400. Забыл выключить симуляцию. Выключаем ее и снова записываем. Смотрим результат. И мы видим, что все поменялось удачно. 800 на 400. Следующая Mirf Crop Aos. Она смещает изображение по высоте, которое уже обрезано с помощью Mirf Crop Hate. Мы видим, что наша камера сместилась на 10 юнитов. Значения этих двух команд можно устанавливать и в минусовые значения. Чтобы вернуть их в стандартное положение, используем значение минус 1. Mirf Disable Autodirector. При значении 1 эта команда навсегда выключает команду спец Autodirector. Mirf Disable Spec Menu. Эта команда убирает спектатор меню в HLTV демках, но она сделана для других модов, не для CS. Mirf Movie Clear Screen. Эта команда позволяет удалять весь HUD и все лишнее с экрана. И чтобы увидеть результат, нужно начать запись. Mirf Movie No Advers. Эта команда удаляет рекламу на картах в Steam CS. Но так как у нас ее нет, мы ее не используем. Потому что у нас стоит Non-Steam и там никаких реклам нет. Следующая команда это Mirf Voice Block. Она позволяет блокировать голос в игре определенных игроков при проигрывании демки, которые разговаривали по микрофону. И нам это необходимо заблокировать и убрать. Для этого нам нужно узнать информацию об игроках. И мы прописываем Mirf List Players, которые отображают всю информацию о текущих игроках в демке. Вот нам нужны эти номера, которые написаны в самом начале строки каждого игрока. Например, если мы хотим заблокировать и не слышать августа, нам необходим его номер 5. Но мы делать этого не будем. И напишем Mirf Voice Block Add 1. Это добавит 1, то есть HLTV, не игрока HLTV, в список заблокированных. Но это не важно, так как у нас нету кого здесь блокировать. Поэтому это не имеет никакого значения. Для примера пойдет. Чтобы посмотреть список заблокированных, пишем Mirf Voice Block List и видим, что написано Blocked 1. Значит, что заблокирован игрок с ID номером 1, то есть наш HLTV клиент. Mirf Voice Block Dell удаляет наших игроков из этого списка и мы удаляем. А чтобы очистить весь список заблокированных, используем Mirf Voice Block Clear. Есть еще команда Mirf Info, которая отображает разную информацию в консоли, которую можно использовать как информацию для разработчиков в хлое, если у вас возникают какие-нибудь ошибки и проблемы с этой программой, чтобы они знали, в чем может быть причина. Mirf Print Post. Эта команда показывает координаты местоположения камеры в консоли, то есть текущую позицию ее. Чтобы она работала, вы должны уже хоть раз использовать запись и криншот до этого. Похожая команда Mirf VRMI. Она отображает координаты и углы обзора камеры или игрока. Ну вот я вам рассказал об основных и некоторых дополнительных командах Mirf. Теперь я вам покажу, как можно использовать наши потоки скриншотов в Вегасе. Заходим в настройки Вегаса. Ставим 800 на 600 в разрешении, 30 кадров в секунду. Все как на картинке. Окей. Файл, импорт, медиа. И указываем местоположение наших скриншотов. Я уже подготовил скриншоты и расскажу о использовании SpringStreams с HUD. Как импортировать сэмплы в Вегасе и увидеть разницу. И работу с DevDump глубиной изображения. Итак, мы будем открывать наш записанный момент сэмплов как секвенцию картинок. То есть, выбираем первый кадр, первую картинку. И ставим галочку Open Steel Image Sequence, чтобы открыть все картинки как один файл. 30 кадров в секунду. Окей. Перетаскиваем на Timeline. Далее тоже самое. И вставляем наш GameSound. Перетаскиваем тоже на Timeline. Ускорять момент не надо, так как мы использовали Sample System. И у нас на выходе получилось готовые 30 кадров в секунду, в которых было скриншено 90 кадров. И мы видим, что звуки и видео совпадают. То есть, у нас есть полноценный момент, длительность которого не надо редактировать. Уделяем весь момент, жмем Shift-B. И ждем предпросмотр, пока закончится. Тут у нас август делает минус 4. Из той дамки, которую мы смотрели. Но это не важно. Жмем Play. Итак, мы видим небольшой Motion Blur. И прицел расширяется так же, как и при 90 FPS. То есть, все нормально. И наши скриншоты весят в три раза меньше, если бы мы использовали FPS в хлое 90, а не 30 и Sample System. Удаляем наши моменты. Открываем новый проект. И импортируем потоки объектов, мира и хада. Так, поток объектов. Entity. Поток HAD Alpha. Все перетаскиваем на timeline. Следующий поток HAD Color. И поток мира World. Ну и осталось импортить In-Game Sound. При записи я использовал 90 FPS и не использовал сэмплирование. Поэтому каждый момент нужно ускорить в три раза, чтобы получить 30 FPS на выходе. Заходим в Properties. Ставим Playback Rate 3. И так с каждым потоком. Укорачиваем наши моменты в три раза. Теперь наша задача сделать все эти слои корректными, чтобы получить цельную картинку. Для этого HAD Color. То есть сам HAD цветной должен быть в самом верху. За ним должен HAD Alpha быть. Потом нужна черная картинка Solid Color Black. Вставляем ее. Обрезаем. В свойствах дорожки с HAD Color ставим Add. Чёрную картинку Solid Color делаем Make Composition Child. В свойствах дорожки с HAD Alpha ставим Multiply Mask. И кидаем на него плагин Reminence Mask. И так у нас все три верхних слоя. То есть это HAD Alpha и HAD Color с черной картинкой стали прозрачными. То есть корректными. Теперь нам необходимо сделать зеленый цвет в потоке объектов прозрачным. Для этого мы применяем Chroma Care. И кидаем Pure Green Screen на поток с объектами. Вот и все. Вся наша картинка стала полноценной. И все слои у нас по отдельности. Я увеличу, чтобы было лучше видно. Итак, мы видим, что прицел поверх игрока. Это значит, что все нормально. Наш HAD в самом верху. Потом идут объекты, оружие, игроки и так далее. А потом идет мир. Если бы мы не использовали HAD Alpha, но использовали Split Streams, то есть записывали бы поток игроков и мир отдельно, то при наложении игроков поверх мира, как и в этом случае, но уже без HAD, тогда у нас бы игрок был поверх прицела, что некрасиво смотрится в муиках. Поэтому, если вы хотите применять эффекты на разных слоях, тогда лучше всего использовать HAD Separate, который записывает HAD отдельно. Так, закрываем, создаем новый проект. И тем же способом импортируем скрины с глубиной и общей картинкой. Так, ставили общую картинку и that's all. Глубина. С помощью глубины изображения можно сделать много чего интересного. Красивый blur можно сделать в After Effects, но я вам покажу, как можно сделать тоже неплохие эффекты в Vegas. Итак, это наш момент с глубиной изображения, а это общая картинка. Итак, делаем копию общей картинки и кидаем ее на второй слой. Слоем выше кидаем наше изображение с глубиной. Вторую дорожку делаем Make Composition Child. А в дорожке с глубиной изображения ставим Multiply Mask. Вообще глубина изображения записывает объекты, которые находятся ближе к камере, темными, а которые дальше светлыми. И это можно использовать по-разному. Кидаем эффект Luminance Mask на момент с глубиной изображения. И можно сделать неплохой blur, то есть размытие. Кидаем Medium Blur на второй слой. И видим на превью, что у нас заблурилась дальняя часть картинки. Чтобы лучше увидеть разницу, я добавлю цветов на blur. Сделаем его синим. Ну а теперь, чтобы отрегулировать, заходим в Mass Generator в моменте с глубиной. И путем регулирования ползунков мы можем добиться неплохих результатов. Музыка 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 Получился неплохой эффект. И все это сохраняется при движении, при воспроизведении момента. Как можно это использовать? Это уже ваше воображение. Музыка Если убрать первый слой, это обрежет нашу картинку. То есть сделает прозрачную ту часть, которую мы настроили с помощью ползунков в настройках Luminance Mask. В моменте глубины изображения. И вместо первого слоя мы можем вставить любое видео. Музыка Ну например, примитивную готовую картинку из Vekas Lava. Музыка Конечно ничего интересного здесь не получилось. Но принцип вам понятен. И удачи вам с идеями. Музыка Итак, перемещаемся опять в Counter-Strike. Сейчас я вам расскажу о полетах камеры в демках и тому подобное. Это осуществляется с помощью функции DemoEdit, которая давно уже была встроена в проигрыватель демок в Counter-Strike. Это никак не ХЛАЕ сам, не МИРФ, о чем многие думают и неправильно говорят. Это отдельная утилита, которая давно была встроена в Counter-Strike, но узнали о ней не так давно. Чтобы активировать, пишем тире-демо-эдит в запуске ХЛАЕ. Ее конечно можно использовать без ХЛАЕ, просто дописать в свойствах запуска ярлыка Counter-Strike. И будет то же самое. Запускаем Ctrl. Показывать буду на немножко предыдущей версии ХЛАЕ, так как демка у меня 47-го протокола, а последняя версия ХЛАЕ не поддерживает 47-й. Но это не важно. Запускаем демку, она у меня называется DISS. И тут я расскажу, как я делал камеру, крутящуюся в своей мувике о последнем Paper Pistols. Так, придем пока загрузиться демка. Главным условием плавного полета камеры является X-Interp 01 и CL-Fix Time Rate 0. Обязательно прописывайте CL-Fix Time Rate 0, чтобы камера не была дерганой при записи и проигрывании, а была плавной. Показываем демку до момента убийства. Показываем демку до момента убийства. Нажимаем events, это ивенты, то есть ивент лист, список ивентов, отображает список событий с их временем. Вот, например, месседж, сообщение, статус, ивенты. И у нас есть четыре кнопочки. Add, Remove, Modify, Go To. Жмем Add и видим окошко. Тут у нас выбор есть. Можем добавлять камеры, Map, Compat, Staff Text и другие. Нам понадобятся Compat и Staff Text. Compat это опорная точка, по которой движется камера. Вот одно Compat. Это ее время, позиция, углы обзора, Fof. Fof это что-то типа масштабирования. Стандартное значение 90, то есть если мы поставим меньше 90, то тогда мы будем видеть меньше объектов в камере. То есть мы получим приближенную картинку, что-то вроде зума. А если увеличим значение больше 90, то тогда мы будем видеть под большим углом изображения большее количество объектов, но будет искаженная картинка. Тоже полезная штука, если мы хотим видеть объекты приближенно, без потери качества. Ну и Flact это значение. Нажмем концу, выходим отсюда. И сейчас я покажу как расставлять эти Compat. То есть Compat нужны для того, чтобы задать опорную точку, по которой будет двигаться камера. Сейчас я покажу как я записывал камеру в своем модике. Я делал так, чтобы камера летела прямо в игрока, чтобы потом сразу продолжить момент фрага. Для этого мотаем демку на секунду до фрага. Заходим в Event, жмем Add, Compat выбираем и жмем Get View, Get Time. При нажатии на Get View компат определяет местоположение камеры, а Get Time соответственно в данное время. Флаг оставляем 0, так как это будет последний Compat. Жмем ОК и видим в списке, у нас добавился Compat. Чтобы перемещаться по Event, используем кнопку Go To, что перемещает нас во времени демки, так переходим на 48 секунду. Устанавливаем камеру в удобное положение. Проигрываем немножко демку. И вот где-то с этой секунды начнем полет нашей камеры. Для этого Add, Compat, то же самое. Get View, Get Time. Но флаг уже надо ставить 1. Флаг с значением 1 задается самым первым компатом, с которого будет начинаться весь полет камеры. Во всех остальных будет значение 0, то есть во всех последующих, кроме первого. Если вы не поставите этот флаг, камера не полетит. Вот у нас получилось, что между двумя компатами остался Event. Его тоже нужно удалить, иначе камера не полетит. Все, что между компатами, можно удалять и не беспокоиться. И ставим третью опорную точку, которая будет между двумя предыдущими, по которым полетит камера. Проигрываем немножко демку вперед, чтобы было другое время. Повторяем предыдущие шаги. Флаг тоже 0. И вот у нас имеется 3 компата. Чтобы посмотреть полет камеры, нужно перейти на ивент или время раньше до первого компата. То есть если компат на 51 секунде, нам нужно перейти на ивент на 48 секунде. Или просто отмотать демку немножко назад. Чтобы камера полетела, обязательно надо прописывать команду спецавтодиректор. И прописывать ее несколько раз, потому что она немножко глючная в контре и работает не всегда. Поэтому прописывать надо несколько раз в консоли. Жмем go to на ивент перед первым компатом. И жмем play. Камера не полетела. И делаем то же самое еще раз. Прописываем спецавтодиректор. Вот единичку вставилась. Ничего. То же самое. И снова go to play. И смотрим. И вот наша камера летит. Все получилось быстро и глючно. Это потому что урок записывается с 15 fps. И если вы будете делать то же самое, у вас все будет в порядке, как и у меня в модике. Далее сделаем нашу камеру покрасивее. Чтобы у вас от нее окружилась голова. Что я и люблю делать. Итак, выбираем первый компат. Жмем modify. То есть изменить его. И вся фишка view angel. Это поворот камеры по x, y, z координатам. То есть первое значение отвечает за x, второе за y, третье за z. Значение z становится до 360. Также можно использовать минусовые значения. Вот я написал минус 278. И оно отобразилось как 7914. Это то же самое, что и минус 278. Итак, я повернул первый компат по z на минус 278 градусов. Вот, наша камера уже летит под углом от первого компата. Так же делаем со вторым. Переходим на него. И ставим значение z. 97, например. Ок. И снова смотрим, как поменялась наша камера. Так, она не полетела. Делаем еще раз то же самое. И вот камера уже летит почти вверх ногами. Но фишка не только в этой z координате, но с помощью изменения x и y координат тоже можно добиться результата. И опять модифицируем первый компат и ставим в координате y вместо 287 – 387,5. Во втором компате изменим координату x на 20, например. И смотрим, что получится. Ну и вот получился результат такой же, как и у меня в муикле. изменим еще раз второй компат и поставим минусовые значения по x и y. Ну вот камера еще интереснее получилась. Сейчас попробуем добавить еще один компат после третьего. Посмотрим, как поведет себя камера. Время можно установить вручную, чтобы не проматывать дымку. Удаляем все, что между компатами. поменяем сразу координату z на 320. Окей, и смотрим, что будет. Хопа, и камера улетела фиг знает куда. Такое бывает, поэтому будьте осторожны и со своими экспериментами. Такое бывает, но если не экспериментировать, ничего хорошего не получится. Так что экспериментируем дальше. Немножко поменяли, но все равно результат тот же. поменяли. Сейчас мы удалим этот компат и ставим так, как было раньше. Далее, как можно использовать команду startText. С помощью startText мы можем автоматически записывать момент с помощью хлое или с помощью кс. то есть startText устанавливает выполнение какой-нибудь команды из кс или хлое на какое-нибудь время. Например, мы поставим, чтобы наш момент записывался автоматически с помощью команд. Для этого переходим на первый компат. Мотаем демку на секунду раньше. Заходим, став текст. Видим наше время. и в строке команды пишем мирфрекордмойюстарт. Что значит, что вот именно в это время начнется запись скринов. Далее переходим на третий компат. Мотаем демку на секунду вперед и добавляем встав текст, но уже с командой мирфрекордмойюстоп. нажимаем ОК. И мы видим списки ивентов. StartText, 3 компата и StartText. Покажем мирфрекордмойюстоп. И вот автоматически началась запись криншотов. И автоматически у нас закончилась. Только камера полетела немножко криво. Вот наши моменты записались в корнем папке с контроль, так как мы не указывали никакого пути для их записи. И смотрим, как летела наша камера. StartText команду полезно использовать, если вы не хотите записывать несколько кадров больше или меньше, или пропустить запись своей камеры во времени. Также, если у вас есть демка с кучей фрагов в одном оберка, вы можете по всей демке расставить эти ставтексты и пойти попить пивка. Когда придете, у вас будут все моменты, если вы правильно расставили ставтекст по времени, у вас будут записаны все моменты, которые вы поставили на запись. Итак, удалим третий компат, который стал включить, и добавим новый. Устанавливаем местоположение камеры здесь, нажмем Get View, Get Time, и установим время вручную между ставтекстом и вторым компатом. и смотрим, как повезет себя камера. Началась запись снова, и камера уже летит нормально. Вот так. Вот так. Если вы хотите сохранить изменения в демке, вы можете нажать Save, подождать немножко, и демка сохранится уже с вставленными компатами в Event List. Вы можете установить компатов сколько захотите, и камера будет лететь так долго, сколько будет компатов. Так как делать полеты камеры и крутить ее, я надеюсь, вы поняли. Дальше уже ваше воображение. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Спасибо за внимание.